Привет, я Джеймс Каннингхэм и с вами улица объедения, программа, которая расскажет о самой интересной и вкусной вручной еде. Сперва нас ждет в Лос-Анджелесе фургон жареного безумия. Никогда не подумаешь, что сыр сочетается с корейским барбекю, но это так. Далее мы мчимся в Портленд за изысканным обедом по-французски. Это как сырный сэндвич наизнанку. Восхитительно. На улицах Филадельфии девушки балдеют от сладостей. Какой девушке не хочется есть шоколад каждый день? Катите. И, наконец, мы отправимся в Хьюстон, где самым жгучим ингредиентом тако является хозяйка. Здесь горячо, это же Техас. Все это и многое другое на улице объедения. Улица объедения. Каждый год американцы съедают 8 тысяч тонн картошки фри. Это 2,5 миллиарда картошек. Если собрать всю эту картошку и вытянуть в цепочку, то она пять раз обогнет планету Земля. Вот такая это штука. Если вам мало калорийной картошки, то в Лос-Анджелесском фургоне вам положат еще много вкусного сверху. Предупреждение. Этот сюжет может быть крайне опасен для вашей талии. Лос-Анджелес. Возьмите горсть свежепожаренной картошки фри, положите на нее вкусную жирную подливку и вкушайте запретное удовольствие. Это фрайсмит. Картошка фри – самая короткая дорога к набору лишних калорий, но при этом и королева вкуса. Вот пришел, соскучился. Я стараюсь не есть слишком много. Они говорят, если я съем эту картошку на ужин, то завтра весь день буду худеть. Пытаешься найти полезное в картошке? Его не так много. Меня спрашивают, как уменьшить вред от картошки. Я говорю, ешьте ее пореже. За мороженой картошкой таких очередей нет. Эти малютки свежие прямо с фермы. Это сорт Кеннебек, лучший для жарки фри. И вкусные, и хрустящие. На вид они страшные, но как фри бесподобны. Сейчас мы бланшируем сладкий картофель в масле при 150 градусах. Мы жарим фри дважды. Это занимает 8 минут. А когда нужно подавать, мы их быстро разогреваем в кипящем масле, и они сразу становятся хрустящими. Все очень быстро делается. Они идеально хрустящие. Я не люблю фри без корочки. Смысл фри в том, что они хрустят. Масло, оставшееся от жарки, здесь перерабатывают в экологическое топливо для грузовика. Вредно для тела, полезно для окружающей среды. Правда, когда едешь по дороге, вокруг пахнет картошкой. Лучше бы, конечно, булочками с корицей, но и так хорошо. Но это работает, мэр. Сперва мы боялись, что нас будет трясти в дороге, но потом привыкли, как в море при качке. Сейчас я буду резать лук для кимчи. Когда проводишь столько времени в дороге, что-то нужно готовить заранее. Это как на обычной кухне, только в окне мелькают окрестности. Сегодня ланч будет продаваться на улице перед штаб-квартирой крупной компанией видеоигр, и сотрудники уже в предвкушении. Сегодня все компьютерщики здесь. Это типично наша публика, они обожают картошку фри. В каждом человеке есть немного от компьютерного придурка. Этот уровень можно даже замерить. У меня где-то, наверное, 7 из 10. Зачем себе врать? Начинаем с чили. Мне в видениях явилась Рэчел Рэй и сказала, что в чили нужно добавить пиво и шоколад. Четыре бутылки темного пива, можно взять любой сорт. Теперь шоколад 60%, содержание какао. Да, вы не ослышались. Шоколад. Я взял фриз чили и сыром. Меня подкупил пивной аромат. Мы с Брук поженились 7 лет назад. Мы с 17 лет вместе. Меня привлекли твой ум и характер. Да, мне нравятся большие головы, а у него очень большая голова. Правда, мне даже шляпы приходится делать на заказ. Так, теперь берем сладкий картофель, кладем сверху курицу, которую мы готовили с физалисом. Она темная, из-за тамаринда все это придает кислый вкус. Немного перчика, чипотли. Посыпаем сыром. Теперь орехи в основном лесны и арахис. Похоже на посыпку для десерта. Теперь займемся кимчи. У нас есть кимчи и жареный лук. Для тех, кто не в курсе, кимчи – это корейская маринованная капуста, кислая, острая и пряная. Это жареная свинина, мягкая и сочная. Мы готовили ее с корейским соусом чили под названием Го Чу Янг. Он сладкий, острый и кисловатый, все в одном. Теперь снова сверху сыр, и блюдо готово. Никогда не подумаешь, что сыр сочетается с корейским барбекю. Но это так. Кусочек мяса попался. Сегодня у нас было происшествие, пожаловал санинспектор. Санинспектор. Мы сразу... Всегда нервничаешь в таких случаях, даже если знаешь, что все в порядке. Чувствую себя подозреваемым. Как-то они вместе с вами появились. Не знаю. Это не грязная вода, это вода с крахмалом от картошки, мы потом ее выливаем. Все обошлось, но у нас выстроилась огромная очередь, пока мы беседовали с инспектором о температурном контроле. Мы прошли проверку? Официально не было сказано, но думаю, да. Ура. Из-за этого санинспектора у нас лук пригорел. Раджас – самое популярное блюдо. С тех пор, как мы стали принимать заказы со стейком, всем сразу захотелось попробовать. Итак, наливаем сперва немного соуса из лука, перца и майонеза. Потом жарим лук с перцем чили и капелькой лайма. Выкладываем сверху, посыпаем сыром, а теперь Эндрю займется стейком. Он был замаринован в специях имбирь, чеснок и сумах. Самое вкусное в серединке, потому что, когда картошка слишком жесткая, ее даже не нацепишь на вилку. Соки от стейка вместе с лаймом – это божественно. Больше всего мне нравится то, что мы вместе. Большинство людей не выбирают себе коллег по работе, а у нас здесь только те, с кем нам хорошо. И это здорово. Для нас это лучше, чем работать на фирму. Здесь у нас семейная обстановка. Что такое? У тебя в зубах что-то застряло. Эскарго или улитки всегда считались изысканным деликатесом. В Древнем Риме их подавали исключительно представителям высшей знати. В городе Портланд, штат Орегон, смелые повара предлагают эскарго и другую французскую классику всем по доступной цене. В Портланде более 400 лицензированных уличных торговцев, и они занимают одно из первых мест в этой сфере. Но даже при всем великом разнообразии нельзя найти ничего похожего на крем-дела-крем. Это бывший школьный автобус, где гурманы могут отведать французские блюда, такие как эскарго, луковый киш и крок-мсье, за цену которую позволит себе любой скромный труженик. Основа французской кухни – это сливочное масло, хороший сыр и хороший хлеб. Масло – это хорошо. Да, много масла. Вот как это выглядит. Французская кухня всегда стояла на пятистаре. Французские рестораны очень дороги, но антураж не обязателен. Можно съесть это из пластиковой тарелки. Эскарго – деликатес. Это как если бы гриб и моллюск родили ребенка. В Портленде больше нигде на улице не продают улиток. Главные ингредиенты в соусе для эскарго – это масло, лук, шалот, чеснок, петрушка, морская соль и чуточку перца. Для столи изысканного блюда эскарго – чертовски простые приготовления. Берете упаковку улиток и большую порцию чесночного масла. Растапливаете его на сковороде, оставляете на пару минут и подаете с горячим багетом. Я люблю эскарго, они как мясные грибы. Вкусный сливочный соус, они не переваренные, очень нежные, просто тают во рту. Это единственное место в городе, где их можно съесть на улице, это потрясающе. У нас семейная команда, раньше мы работали вместе в фотографии, а это для нас новенькое. Мы занимаемся этим всего шестую неделю. Мы не знаем французского, поэтому мы наняли молодого француза для приема заказов. Желаете крокмсье? Пусть они новички, но их подход к французской кухне весьма основателен. Я еще буду крокмсье, я правильно сказал? Крокмсье, трудно произнести, но легко понять. Это сэндвич с ветчиной и сыром и парой секретов, которые делают его еще вкуснее. Мы посыпаем ветчину грюером, запекаем сэндвич и закрываем. Затем льем сверху немного соуса бешамель, опять посыпаем грюером и снова запекаем. Это как сырный сэндвич наизнанку. Он получается хрустящим и тягучим внутри. Вкусно, да. Все просто, здесь не слишком много соуса и сыр внутри, это очень вкусно. Отличная ветчина. Сыр очень нежный, хрустящий хлеб и мягкий сыр – лучшее сочетание, великолепно. Автобус? Мы хотели, чтобы у нас было что-то необычное, не похожее на других. Это школьный автобус 61-го года, превращенный в передвижную кухню с холодильником, газовой плитой и двумя печками гриль. Вот что можно сделать на 10 тысяч долларов. Однако, есть и недостатки. Как же без них? С печками иногда бывают проблемы. Их нельзя подключать обе одновременно, иначе вылетят пробки, причем в самый разгар обеда. Луковый киш. Луковый киш – это пирог без верхней корочки. Возможно, это покажется не слишком аппетитно, пока вы не попробуете мягкий сладкий лук. А что еще? Масло. Главная наша заготовка – это жареный лук. Он используется не только во французском луковом супе, но и в пирогах. Сочетание карамелизованного лука с яичным желтком плюс горячая яичница сверху – это удивительный вкус. Луковый киш – это очень вкусно, я его обожаю. Он такой нежный. Яйцо сверху и зеленый салат очень к нему идут, а лук идеально сладкий. Это ростбиф для френч-дип. Френч-дип на самом деле не французское, а американское изобретение. В мясной сэндвич кладут жареный лук, сыр бри и дают чашку лукового супа, чтобы было куда макать. Мы берем багет, это лучший хлеб для макания в суп. Моя мечта – это поездить с нашим передвижным кафе по стране. Мы же на колесах, может, посетить какое-то шоу или фестивали. Я хочу целый парк таких автобусов. Моя цель – по одному в год. Если кто-то говорит последний раз, я ел такой сэндвич, когда ждал поезд в Ниццу, у меня прямо мурашки от счастья. Я их большой поклонник. То, что они делают – это здорово. Здесь такое впервые. Правда ли, что женщины – большие сладкоежки, чем мужчины? Недавние исследования выяснили, что у женщин есть и гормон, отвечающий за тягу к сладостям. Что на это могут сказать мужчины? Да! В городе братской любви фургон под названием «Сластёна» неплохо зарабатывает на сестринской любви к сладкому. Вкуснейшие десерты – ганаш, дезе, крем-брюле – дарят счастью женскому населению Филадельфии. Филадельфия. Можно мне крем-брюле? Возьмите любовь девушек к сладостям. Хотите? Оберните её в яркую обёртку фургона с привлекательным названием, поставьте фургон рядом с университетом, где 60% учащихся юной девушки, и что получится? Отличный способ зарабатывания денег. Простой, как всё хорошее. Какой девушке не хочется есть шоколад каждый день? Мне не нужно ходить в пятизвёздочный ресторан. Я могу зайти сюда и съесть свой хлебный пудинг. Боже, как вкусно! Очень необычные сладости в меню. Такие вещи, как крем-брюле и ганаш, нечасто встретишь в кафе. Это так вкусно! Мы предлагаем изысканные десерты, которые подают только в дорогих ресторанах. Ням-ням! Мы хотим, чтобы люди покупали у нас сладости и улыбались. Это украсило мой день. Крем-брюле. Крем-брюле – это крем из густых сливок и яичных желтков. Это сливки, которые мы подогреваем, эти маленькие точки, кусочки ванили. Желтки должны быть охлаждёнными. Осторожно наливаем туда горячие сливки. Мы готовим крем-брюле на водяной бане, потому что просто в духовке жар схватит смесь очень быстро, и крем будет пересушенным. Десерты слишком нежны, чтобы готовить их в фургоне. Дан делает их на кухне за два квартала от университета. Затем он несёт свой драгоценный груз в фургон, не теряя таким образом свободного места. Когда поступает заказ, мы посыпаем крем-брюле сахаром и обжигаем горелкой. Как льдинка. Я в первый раз пробую. Как вкусно. Верх из сладкого жжёного сахара, а внутри нежный крем. Я ещё не завтракала, но это очень хорошее начало дня. Когда ты единственный парень, работающий в фургоне со сладостями, в этом есть свои загвоздки. Здесь учится много красивых азиатских девушек. Вся наша группа ходит сюда постоянно. Мы самые преданные клиенты. Там работает такой милый парень, что хочется узнать его получше. Дан Танг – любимица женщин с ластёй. Девушки любят поваров и сладости, а Дан сочетает всё это в себе. Он классный парень, делает отличные десерты. Ему нужна девушка как можно скорее. Как можно скорее. Безе – самые популярные пирожные в нашем меню. Они состоят из двух слоёв с удивительной начинкой. Мой любимый вкус – шоколадный ганаш. Мы используем для него тёмный шоколад. Хорошее безе настолько лёгкое и воздушное, что просто тает во рту. Видите? Не отстаёт от лопаточки. Это значит, что белки взбиты хорошо. Однако самоучке Дану потребовалось два года, чтобы научиться их готовить. Мне ещё не попадался десерт, который бы я не мог приготовить. Я был в ярости. Я пытался и пытался без конца, пока, наконец, не научился. Меньше 30 секунд – они не пропекутся. Больше 30 секунд – будут сухими. Это очень точный процесс. Когда я их готовлю, то не отхожу от плиты. Шоколадные. Лёгкие. И воздушные. Они очень красивые снаружи и нежные внутри. Очень вкусные. Это наш чизкейк с крем-фрэш. Мы кладём вниз песочную крошку. Она очень приятно хрустит на зубах. Это не чизкейк в классическом смысле. Мы добавляем туда крем-фрэш, чтобы он был нежнее. Дальше черничный компот и последнее. Ещё немного крошек сверху, потому что все любят хороший хруст. Очень вкусно. Хороший, лёгкий десерт. Ничего подобного я не пробовал. Они не похожи на обычную крошку. Они как печенье. Они мне очень нравятся. Шоколадное пирожное со специями. В самом пирожном нет остроты. Она есть в креме. Мы добавляем туда порошок чили. Когда я впервые его попробовала, я подумала, совсем не острое. Но пройдёт секунд десять, и вы почувствуете. Да, немножко жжёт. Я чувствую. Да, это проявляется потом. Теперь я чувствую. Потрясающе. Крем такой нежный. Отличный десерт с шоколадным бисквитом. Это так вкусно. Было время, когда я приходила сюда каждый день. Всё очень вкусное, свежее и замечательное. К нам пришли две юные девочки. Мы дали им крем-брюле, и они начали смеяться и хлопать в ладоши. Когда люди реагируют таким образом, это просто счастье. Правда вкусно? Пока. Любители теории заговоров считают, что в 47-м году в Нью-Мексико разбилась летающая тарелка, и власти с тех пор пытаются это скрыть. И в том же 47-м году был впервые запатентован тако. Совпадение? Думайте, как хотите, но многообразию тако нет предела. Хрустящие, мягкие, в виде салата и даже жареные во фритюре. Их едят во всех видах, особенно в Техасе. Хьюстон? Я вижу тако. Хьюстон, центр управления полётами. Четвёртый по величине город в Америке, где уличная еда не так часто засекается радаром, но вскоре всё изменится. Здесь много фургонов, с которых продают тако. Фургоны с тако – не редкость на улицах Техаса, но только не такие. Мне нравится идея передвижных кафе, и мне кажется, я знаю, что нужно для успеха в этом деле. Я хотела быть первой, кто привезёт в Хьюстон тако для гурмана. Когда его ешь, чувствуешь заботу. Это больше, чем просто перекусить в обеденное время. Мне нравится азиатский фьюжн. Ещё я знаю мексиканскую кухню, и я решила это совместить. Здесь есть и сладость, и острота. Это не тот тако, к которому все привыкли. К тому же очень помогает, что Джулия и её помощницы – красивые девушки. Здесь горячо, это же Техас. Большинство фургонов с тако белые. Наш должен быть самым сексуальным, самым горячим, и мы должны извлекать максимум из того, что нам дала природа. А как же я? Я тоже сексуальный. Он очень сексуальный. Первым делом с утра Джулия готовится сама и готовит продукты к долгому дню за стойкой фургона. Мы будем делать то, что мы называем флейта. Берём куриное филе без костей и кожу, и тушим в кокосовом молоке с соком лайма, имбирём, чесноком и растёртым красным перцем. Потом сыплем сыром монтерей и скатываем в рулет, как флейту. Обжариваем во фритюре до золотистого цвета, а затем подаём с острым ореховым соусом. Сейчас мы проедем через сердце Хьюстона так называемую петлю. Это между центром и окраинами. Очень многих наших клиентов мы нашли через Твиттер и Фейсбук. И когда мы впервые сюда приехали, тут был аншлаг. Приятно, когда можно так зайти и поесть даже лучше, чем в обычном ресторане. Думаю, в Хьюстоне он такой первый. Мы рады, что он появился. Моё любимое блюдо – тако из свиной отбирной. Думаю, это лучшее, что есть у них в меню. Я взял фирменный тако и ещё, конечно же, ассорти из курицы и говядины. Это наш индийский тако из ребрышек с соусом цацики на поджаренной лепёшке парада. Берём приготовленное мясо, берём соус цацики, состоящий из йогурта, мяты, кориандра, огурцов и помидоров. И всё готово. Поехали. Немного дополнительных специй, укроп, помидоры. Я даже не испачкался, пока ел. Это супер. Моё любимое – сатей с курицей. Оно острое, к нему нужно привыкнуть, но это очень вкусно. Думаю, мы сегодня накормили где-то 75-80 человек. Джулия немного нервничала в самые горячие часы. Чего вы ждёте? Да, мне, конечно, нужно следить за своими эмоциями. Одиннадцать порций цыплят? Да нет, две порции. Поставь курицу на гриле, мне нужна тортилья для кисадильи. Я сегодня чувствовала, что с таким количеством народа, как у нас, работа должна идти гладко, здесь же не операционная. У меня нет чека. Не берите заказы из очереди, пока я сама их не передам. Мы потеряли чек на кисадилью с говядиной. Больше заказов нет? Полно, уже несу. А у меня ни одного. Если не сделать кисадилью вовремя, у нас будут проблемы. Можно мне передать сюда парочку? Но я стараюсь сдерживать свой характер. Характер Джулии не единственное, с чем надо бороться. Летом погода в Хьюстоне тоже не всегда бывает приятлив. Погода меняется быстро, одну минуту льёт, как из ведра, а потом вдруг снова становится ясно. Вот такая здесь погода. В последние полгода здесь начался бум уличной еды. И минимум раз в неделю я съедаю свой фьюжн-тако. Я надеюсь, что в Хьюстоне это приживётся. Мне нравится радовать людей своей едой, когда они счастливы, я счастлива сама. Фьюжн-тако номер один в моём списке. Да. Фильм, переведён и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Редактор субтитров А.Сёмкин